Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что к нам присоединился. Оставайтесь с нами, у нас очень много чего интересного на канале. И сейчас я вам расскажу о том, как справиться с первыми симптомами той или иной болезни, особенно связанной с вирусной инфекцией. Независимо от того, взрослый это человек, или это человек, или это ребеночек, используйте этот рецепт, он вам поможет. Эти рекомендации, скажем так. Я еще раз говорю, что я говорю то, что я делаю для своей семьи. Моя семья по всему миру. И в бывшем Советском Союзе, скажем так, здесь практически я одна. Поэтому я говорю всей своей семье. Но и интернет-семья подключилась ко мне. Огромное спасибо каждой из вас, девчонки, мальчишки, за ваше спасибо, за ваши сердца, за каждый ваш смайлик, за вашу душевную доброту, доброту вашего сердца, за ваше спасибо. Огромная вам, огромнейшая вам благодарность. И пусть Господь Бог благословит вас обильно, всех ваших близких, всех ваших родных. Пусть он во всех сферах действует настолько чудесно, чтобы вы поняли, что Господь проявляет свою доброту каждому, кто хоть вот настолько отдает ее. Когда ты ее отдаешь, ты в тысячи раз больше получаешь. Точно так и со злом. Будьте осторожны. Будьте осторожны и с языком, и с действиями. А теперь я открою вам такой вот секрет. Я сейчас установлю камеру, чтобы она не шаталась. Что это за секрет? А никакого секрета нет. Есть простое здравомыслие, дорогие мои. Что мы делаем? Всегда у меня в холодильнике, а вернее в морозилочке, у меня всегда имеется домашняя курочка. Покупаю я, еще раз скажу, на рынке. Я в основном все покупаю на рынке, тщательно подбираю, что мне нужно. Если что-то я не могу вырастить, я покупаю. Если что-то я могу вырастить, сделать, я это выращиваю. Чай. Чай я никогда не покупаю, и это один из выигрышей. Итак, купив курочку, вы ее разделываете. Как разделать правильно курицу, у меня есть тоже видео. И укладываете в холодильничек. Потом вытаскиваем по кусочкам и варим. Конечно, лучше каждый день иметь такой куриночек. Но если вы не каждый день употребляете, то увидели первые симптомы или почувствовали какой-то вирусной инфекции или какой-то раздражающий фактор своего ребенка, или даже похоже на аллергии. Вы думаете, что это аллергия? А может быть, чихнул, а может быть, слизистый. Если реагирует слизистый, глаза, нос, ротик, как моя мама говорит, если что-то першит, если что-то из носика уже пошло, то это уже вторая стадия. Первая стадия – это когда слабость. Это когда нежелание, улыбки пропадают. Все. Сразу берите и делайте вот то, что я говорю. Это моя семья, чтобы была в курсе. Ну и интернет-семья, которая ко мне присоединилась. Я вас с удовольствием благословлю этим рецептом. Получайте. Отварила я свой бульон. Как я его отвариваю? В основном первую часть я сливаю, а вторую часть уже от курочки я отвариваю и добавляю в свою вот эту приправку. Это не простая приправка. Это приправка-биодобавка. Скажем так, БАД. БАД. Здесь и белок, и все, что нам нужно. И самое главное, что здесь есть куркума и паприка сладко. Это очень важно. Внизу, как сделать эту приправку, будет ссылочка. Обязательно посмотрите. Вам будет интересно. И у нас там есть железо. Как я его туда добавила, каким образом, с каким ингредиентом сюда попала мою приправку, вы также можете увидеть. Это приправка и для каши, и для супа. Итак, мы обязательно кладем эту приправу, эту добавку биологическую. БАД, скажем. Нам понадобится несколько капель лимона. У меня здесь натуральный сок лимона. И нам понадобится обязательно мед. Что я делаю? И вот такая вот у меня, видите, мята. Мята обязательно. Зачем нам нужны эти все ингредиенты? Что я с ними делаю и как я их употребляю? Ну, во-первых, во-первых, что такое мед, вы знаете. Это антибиотическое имеет средство. Вернее, свойство антибиотическое. Как антибиотик, да? Это его свойство. Свойство меда лечебное. Антитоксическое. То есть яды все вытягивает. Вытягивает из организма также слизь. Ранозаживляющая, успокаивающая, иммуномодулирующая, противовирусная, антиоксидантная, слабая. И оно, знаете, такое... То, что успокоительное, но оно и успокаивает нервную систему параллельно. И это тоже очень важно, потому что ребенок со школы приходит раздраженно. А еще когда инфекция, тут вообще тяжело. Но не забывайте, что когда вы сварили бульон, варите его, как обычно вы варите. Положите туда обязательно и лавровый лист. Лавровый лист нам нужен. Он очень полезен. Обязательно положите туда одну штучку гвоздички. Потому что гвоздика, она также мощно борется с инфекцией разного рода. И не забудьте посолить. Посолить бульон. Я обычно использую морскую соль. Она также полезна. Немножко соли только. Много нельзя, эта нагрузка тоже на почки будет. А чуть-чуть пойдет. Как обычно вы делаете бульон. Вот обычный, вкусный, хороший бульон. Только упаси Боже, класть какие-то кубики или еще что-то, что наоборот уничтожит вас. И обратите внимание, на какой воде вы варите. Если вы варите на хлорной воде из крана, то забудьте о всех витаминах, которые там есть. Ничего вам не поможет. Нам нужен обязательно сок лимона. Почему нам нужен сок лимона? Объясняю. Там огромное количество витамина С. А витамин С это просто фактор защиты организма от последствий стресса. Во-первых. Во-вторых. А любая болезнь это стресс. Увеличивает устойчивость к инфекциям. Уменьшает эффекты воздействия различных аллергенов. Если вы думаете, что вдруг это аллергия. Имеется много всяких там экспериментальных вещей, которые уже доказаны, как действует витамин С. Но он еще и улучшает способность организма усваивать кальций и железо, которое в приправе у нас. То есть усвоит кальций и железо. И важно, что важно нам знать. Вот смотрите. Сам бульон. Почему он живительный? Куриный бульон. Потому что в нем есть белок. В нем есть пищевые волокна. Крахмал немного. Витамины группы В. Витамины А, С, Е. Холин, аминокислоты. Фосфор, калий, железо, йод, магний. Ну и другое. Потому что мы же добавляем туда еще нашу вот эту вот биологически активную добавку. Поэтому это все есть. И плюс витамин С, поскольку есть здесь витамин В в бульоне. Несколько из группы витамина В. В1, В2, а там другие. Есть витамин А и Е. То смотрите. И важно, когда присутствие адекватного, я еще раз говорю, адекватного количества витамина С, то это значительно увеличивает устойчивость витаминов. Представляете, устойчивость и фолиевых кислот. Поэтому здесь они и останутся, эти витамины. И как бы будут устойчивые. И в организме через кишечник они зайдут правильно. Не надо дополнительно будет ничего делать. Химикатами нам помогать. То есть мы это будем использовать, чтобы все важные вещества отсюда и отсюда попали прямо в кровь. Поэтому это нам важно. А дальше? А дальше все просто. Он живительный. Однозначно. Уже доказано всеми врачами мира, что бульон живительный. Но курица, опять-таки, домашняя. И это должен быть второй бульон. Просто для меня это самое средство номер один. Вот в таком состоянии. Если вдруг. Но этого практически не бывает. Простудное заболевание. Вообще смягчает мощную боль в горле. Уменьшает воспаление. Облегчает наслак. Помогает при лечении верхних дыхательных путей бульон. И благодаря там веществу цистеин. Там есть такой. Который есть в птице вообще. Это может быть индюшиной. Вы можете взять индюшку. И сделать из нее бульон. В любой птице есть цистеин. И он способен разжижать мокроту. Именно этот цистеин. И облегчает ее отхождение. Не важно от чего это мокрота. Это астма может быть. Это все что угодно может быть. Но очень хорошо разжижает. И отхождение делает. У кого гипертония. Горячая чашка горячего бульона. Очень полезна. Вот такого я имею ввиду. Бульон еще. Он способствует возбуждению. Немножечко нервной системы. Но мы добавим туда медика. И это успокоительный эффект. И плюс. Я добавляю для успокоительного эффекта. Вот такое количество. То есть где-то чайная ложка мяты. В горячем бульоне. В горячем бульоне. Мы добавляем. Закрываем сверху крышечкой. Или блюдечком любым. И она у нас как чай настоится. Это очень важно. Потому что она также смягчает боль. Нормализует пищеварительную систему. И успокоит. Успокоит кашель. Вот уже видите, внизу мы видим, как опускается мята. То есть она заваривается. В горячем бульоне. Можно настоять немножечко ее. Даже на паровой банке. Потому что бульон нужно хорошо, хорошо теплым давать. И мы разобрались. Да, все. Уже, то есть не будет проблем никаких. Мозг будет нормально работать. Дальше. Нормализует пищеварительную систему. И еще бульончик наш. Выводит из организма плохой холестерин. Представляете? Он выводит из организма плохой холестерин. Повышает аппетит у ослабленных деток. Дальше. Дальше мы добавляем. Что мы добавляем? Мы добавляем буквально одну или половинку. Но я добавляю половинку, чтобы сильная сладость не была. Вот чайные ложечки меда. И все это хорошенечко. Бульончик уже не должен быть горячий. Теплый. Хорошо, но теплый. То есть мед не должен попадать в кипящее. Мед должен попадать в теплое. Поэтому мед практически в самый последний момент добавляем. И после меда мы добавляем несколько капель натурального лимонного сока. Не путайте с отравой, с лимонной кислотой. Ни в коем случае лимонная кислота синтетическая в пакетиках, в белых, в таких, знаете, гранулках, которая продается в супермаркетах и в магазинах. Это отрава. Отрава, вызывающая рак. Ни в коем разе, ни в коем случае не покупаем. Так же, как и синтетический уксус. Он полезен только для обработки стен от грибка или он полезен для уборки где-то. В общем, вот я поливаю им, например, если слишком много мошкары во дворе. В общем, где-то там, далеко, не в доме. Ну и, естественно, когда мы закатываем, мы не используем уксус. Итак, 2 капельки. Раз, два, три, четыре даже. Четыре капельки будет достаточно. Я еще раз говорю, адекватное количество. Четыре капли лимонной кислоты. Можно одну треть чайной ложки. Этого витамина С нам будет достаточно для того, чтобы все это по взаимодействию. Даже сейчас, когда вы попробуете этот бульон, у него будет интересный привкус. Только не переборщите с медом и с кислотой. Меда чуть-чуть, буквально одну треть положите. Но этим бульончиком нужно отпаивать ребенка каждые 20-30 минут. Понемножку, вот так, по чуть-чуть. 20 минут, через 20-30 минут, еще столько, через 20-30 минут, еще, еще. Прямо по ложечке, по ложечке, по ложечке. То есть, главное, не лениться. Когда родители ленятся, через 20 минут это делать. Закончился бульон, дальше отпаиваем. Параллельно мы отпаиваем чаем. Опять-таки, в чай нужно добавить, ну, это уже отдельная история. Смотря какая инфекция, смотря какое заболевание, смотря что. Ну, а я вас всех люблю. Будьте благословены вы и ваши детки. Делайте оздоравливающие бульоны. А лучше профилактика, чем лечение. Вот я сейчас сижу, пью этот бульон. Не потому, что я заболела. Нет, я не болею ни в коем случае. Я никогда не болею. А именно потому, что профилактика. Сентябрь. Ой, какой он вкусный. Необыкновенный. Будьте здоровы. Не болейте. Пусть Бог помогает вам.